У меня ДЦП с пастической диплегией с рождения. Я была в Крыму и там познакомилась с компанией экзатли. Мое первое впечатление было, это что-то такое необычное, то есть я никогда не видела раньше такого скелета и была даже немножко удивлена. У нас появилась идея понять, а возможно ли применить наши имеющиеся уже технологии для детей ДЦП. Мы поехали в Крым, в военный детский санаторий имени Глинки. И когда мы увидели эффект, который и увидели вместе с врачами, с которыми мы работали в клинике, которые детские, военные детские санатории, они тоже удивились такому вот эффекту. Он был просто заметный. Они все ходили минимум по полчаса в день. Это, конечно, очень их вдохновляло. Они поняли, что они могут ходить, они поняли, вообще поверили в свое выздоровление и родители тоже поверили в то, что это можно сделать. И мы проводили исследование и до и после, как они ходили, после тренировок. И мы сами увидели, что действительно эффект есть. Ощущения были даже очень приятные. Ты можешь как бы уже сама встать, можешь ходить с помощью скелета и улучшения сразу были видны. А дело в том, что мышцы разгибателя работают в начале и в конце фазы локомоторного цикла. Они у нее работали в середине. То есть она не могла ими управлять. А это, естественно, приводило к тому, что она и стоять не могла. И вот в процессе, мы с ней работали до мая месяца, в марте мы увидели, что она уже может сама стоять. Пусть не очень длительное время, но тем не менее, сейчас она стоит гораздо дольше. Я стала проходить более долгое расстояние. Мне стало легче передвигаться. У меня стали больше упрямляться колени. Я стала меньше уставать во время ходьбы. Она сама изменилась. У нее как-то выражение лица стало, ну, гораздо более заинтересованное. Она вошла в социум, она стала со всеми общаться. Ну, вокруг нас, естественно, были наши сотрудники, которые с ней разговаривали и поощряли ее действия. И человеку это было крайне важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова